всем привет ребята все здорово я короче проснулся сегодня в таком месте три песку на пескаря извиняюсь короче еле вчера нашел место куда припарковаться потому что на трех стоянках все было занято и здесь было занято и здесь я просто так вот раком встал короче вот так вот сейчас поеду в сторону перми вчера я загрузился в каменск уральском я вам не снимал и выехал не хватает до воздуха отщелкивает ну ладно давай накачивайся так зарядка отличная аккумуляторы новые отличные сейчас выходил все мыл идем капли капают на улице плюс 1 плюс 2 где-то вот так вот тепло короче поэтому вчера ехал еще как будто знаете как в дождь и такое тогда чуть-чуть этот тент помылся не тента борта вот прицепа поэтому блин короче если честно надо мне охреначить и хреначить а я проснулся сегодня почти в 11 ну потому что в три часа ночи я вчера только встал на стоянку понимаете да и спать хотелось и туда и сюда поэтому сегодня ехать надо короче максимально быстро и доехать максимально много чтобы завтра осталось ехать максимально меньше и послезавтра нам приехать короче чем у нас сегодня пятница суббота воскресенье крыша в понедельник мы разгрузились и и и и и и и и и загрузились обратно домой потому что понедельник это 25 декабря ребята чтобы к новому году я успел приехать а если я не успею приехать новому году это будет капец это будет прям жопа и так ребята очередная короче у нас очередная авария могу так сказать не знаю почему вчера очень много было аварий вчера не снимал америка что ли ушла до америка вольво ушла и фред причем на новой резине видно просто ушел и все по ходу колесо потому что здесь дорога ну просто пиздец по-другому не назвать яма на яме вот этот участок и вот смотри сейчас вот еще я еду специально медленно потому что здесь всегда едет встречка вот когда я тут еду и всегда идет встречка абсолютно вот он по ходу ямину какую-то цепанул у него бахнуло колесо скорее всего хотя я не видно не видел если на паузу поставить надо посмотреть это видео которое я снимал потому что я же снимаю для вас сам же я там не вглядываюсь я смотрю на дорогу поэтому сожалению и америка тоже улетает ну блин не знаю мы конечно всех нюансов вот еду я еду а вот там еще один пиздорез вот успею я перед ним пробежать должен успеть вот вот такой вот успел пробежал а гололеда нет снегопада нет а народ почему-то улетает непонятно непонятно вчера очень говорю много до афанасьева пять машин я насчитал улетела но это они улетели наверно последствии гололеда позавчерашнего скорее всего так а я хочу зарулить если на монтажку надо хочу орши за монтажку зарулить подкачать колесики хочу Сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Душ собрался, он там припарковался, здесь все занято, как обычно, поэтому пойдем душ и мыться. Красиво тут все, конечно. Так, давайте, открывайте. Сим-сим, откройся. Душа, душа, душа. Вот такой душ. Димка, директор дороги, тут снимал, конечно, его уже. Ну, я то, я так чуть-чуть засниму. Так уж и быть. Раз я здесь. Эй, всем привет! Так. Ладно, будем принимать ванны душевые. Вот. Так уже совсем другое дело. Чистый, помытый и пошел спать. Откройся, Сим-сим. Ну что? Все красиво. Когда у папы Ксива. Места вообще здесь нету. Здесь надо приезжать часов, наверное, днем, чтобы место было. Всем привет, ребята! Нам надо запускаться уже, пить чай и сваливать. Ну что, погода здесь намело целый сугроб у меня на зеркале. Так. Что у нас? Что у нас? Что у нас? Что у нас? Заведемся, да? Давай, заводись. Сцепление. И погнали. Крутят новые аккумуляторы, да? Оп. Сейчас горничку этого круизика добавим. Вот. Все. 800 оборотов бахнули. Можно и стеклышко протереть. Ладно. Я пью чай. И выдвигаемся. Обзор. Обход машины делал. Все в порядке. Вся такая чистенькая. именно прицепа. А вот кабина вся грязная. Итак, ребята. Вот такая дорожка нас ожидает. Уже от самого Череповца. До Череповца, если у нас еще было все сыро, то здесь уже все в снегу, в сугробах. И причем сейчас уже лучше стало. Было намного хуже. Я не снимал. Мы там вообще 60 ехали. Сейчас мы практически 60 едем на майлов. А до этого здесь конечно мы ехали печально. Там вообще сугробы были. Лед был налить. Польшая на дороге. Сейчас все отстало на свои места. Так что вот такая у нас предновогодняя сказка. Красивая. Деревья все в снегу. А мы спокойненько едем и наслаждаемся этим кайфом. Я думаю, вы тоже кайфанете. Особенно кто живет где-нибудь на югах или на востоке. Где-нибудь в Чите, где снега-то такого нету никогда. А здесь вообще красота. Ладно, газуем. Почти 60 миль идем. Вам это ничего не напоминает, ребята. Короче, опять я приехал. Подъезжаю к Питеру и тут опять все засыпает снегом. Прям как в прошлом рейсе. Только еще хуже, походу, блин. А ехать мне еще, короче, выгрузку у меня в Сванцах. Не в Питере, а практически 200 км еще от Питера. Короче, прикиньте фигачить как стрёмно. Вот так вот. Я с заправки сейчас этой, со стоянки выезжал, подбуксовывал. А здесь вообще сугробы не чищены. Надеюсь, Мурманка будет хотя бы почищена. Вот такие тут сугробы. Выехал на Мурманку, ну а здесь... А здесь авария. Что-то здесь они шоркнулись. Машина улетела в ограждение, стол полосы перекрыла. Тут видишь, ворот. Ну там что-то шоркнулись. Ну там что-то шоркнулись. Я даже не пойму, никто никуда не едет, короче. Еще и горка, может, еще и буксует. А может быть, всем трудно выйти, взять машину с отбойника, снять и отходить в сторону? Короче, непонятно, что она там в отбойник зависла. Кстати, вот эта Тойота... Ну если что, с ней выйдем, то поднимем машину. Я ее, кстати, обгонял, эту Тойоту. И потом она меня обгоняла с 11 регионом. Сейчас, смотрите, что-то они подснулись. Зеркалом, походу. Вот такие вот погодные условия у нас. Ладно, что стоим, ждем, сейчас поди сниму. Там вот вдалеке, видите, если вон она. Вон она, вон, вот. Где я сейчас покажу? Вон, вон. Там. Ну все, там сняли с отбойника машину. На Питер-то это, с Питера они поехали, а мы вот стоим. Я первый стою. Сейчас вот не знаю, это толпа, как она пройдет. Они-то, видите, тоже нас держат, не будут пропускать. Будем ждать, пока они все проедут. Тоже как бы на рожан не полезут. Вроде заканчиваются вон там. Или нет, непонятно. А эти тоже стоят, не пойми, что решают, блин. Дебилы, блин. Сейчас европротокол написали и поехали, разъехались по своим этим домам, блин. У нас уже там колейка, сейчас маленькие, наверное, полезут. Короче, вот так вот. Ну все, мы на Питер выехали. Просто встречки нету, и мы поехали. Ребят, ну я уже в Питере. И в Питере, как обычно, прекрасная погода. Я вас поздравляю. Поздравляю и себя, что безупречно добрался. Прекрасные мосты на фоне нашего кадра, где мы едем. Все прекрасно. Ну а мы поедем дальше. Так что вот. Всем доброе утро, ребяточки. Я в сланцах. Не, не то что я. Хе-хе-хе-хе. Я не в сланцах. Не подумай неправильно. Город Сванцы. Вот. Я уже на выгрузке. И ребята меня выгружают. Там, сбоку. Ребята, я загрузился. Петросталь, Кировский завод. Трал тут тоже со мной загрузился. Короче, Америка заезжает нормально везде. Он говорит, 16 метров. Я говорю, да. Он говорит, не заедешь. Я говорю, ну как ты не заедешь? Заеду. Ты заехал спокойненько. Даже мог... Ну, в принципе, я-то ровно. Прицеп почти что ровно стоит. Это я тягачом чуть криво стою. Вот. Котики ходят. Это хорошо. Живность это хорошо. Загрузили мне 20 тонн металла. Кругляка. И все это прекрасное дело. Я повезу в Челябинск на трубопрокатный завод ЧКПЗ. ЧКПЗ. Так что вот. Время 6 утра. Меня загрузили. Поспать успел. Позвали где-то часов, наверное, во сколько? Типа. В 5 утра, наверное. Где-то час, да. За час загрузили. Хотя, я думал, часов, наверное, в 7 разбудят. Короче, вот все сейчас. Травл увязывается. И поехали. На весы. С весов сюда. За документами. И, короче, вот так. Так, ребят, ну что, выезжаю из завода. Вот они стоят, дракончики. Хе-хе. Кировцы, красавчики. Вот умеют наши делать. Молодцы, молодцы. Все, я уже на выезде. Поедем с Юрой. Юра на трале с Екатеринбурга. Сзади едет. Короче, вместе загрузились. Вместе поедем. Короче, заставил он нас объехать. Это здание. Блин, вот он, конечно, красавчик, блин. Дотолкаться полностью назад, это ну капец. Так, ну что, Юра-то поехал. Все. Удачки давай, Юр. Добраться тебе, если что, догоню. А у меня проблема, короче, с пропуском. Он у меня просроченный оказался. Мне нужно, в общем, сейчас ждать рабочего дня, походу, чтобы мне этот пропуск-то продлили. Вообще капец какой-то. Короче, какой-то ужас, ребята. Прикиньте, уже три с половиной часа стою на проходной, чтобы выехать. А они мне не могут пропуск продлить. Всем позвонил, они мне говорят, ждите, ждите, ждите. А на женщины на проходной, вот, кто оформляет, говорят, там это дело в пять минут. Просто, говорит, нажать, продлить этот пропуск следующим числом. И все, и я поехал. Представляете? В общем, короче, спустя четыре часа уже, время обед, даже больше, наверное, мне выдали эти несчастный этот пропуск. И то это постарались женщины вот здесь вот, в бюро. То есть это вот мадама, которая там сидит, вот, которая, блин, в носу, видимо, ковыряет, или что она делает, не знаю. Короче, вообще она не шевелилась. А вот эти женщины очень хорошо пошевелились. И все заработало. Спасибо им огромное. Теперь вот надо как-то отсюда выезжать. Я не знаю как. Ладно, сейчас выедем потихонечку. Ребят, ну что могу сказать. Питер весь встал. В пробках кат перекрыли. От московского до Пулковки. Видимо, кто-то там прилетел. Короче, поэтому через город пробираюсь потихонечку. Вон, газелька хочет меня обогнать. В общем, все толкаются сейчас на Софийку и по Софийке уже пойдем. Так что вот так вот приходится толкаться. Вот если бы вовремя сделали бы пропуск, был бы нормально, да? Я бы утром просто проехал бы без всяких проблем. И все. Да. Потому что Юра проехал, позвонил мне. Все прекрасно там. Едет уже, наверное, к Вова, где подрубливают. Ну, а я вот так вот попал, как пец. Наконец-то, ребята, вырвался на кат. Смотрите, пробка просто вот. Какая пробка, это все вот на Софийскую поворачивают. И уходят как-то по городу, я не знаю, куда они там все едут. Потому что перекрыли что-то этот кат. Сейчас и по радио сказали, что перекрыли. Надо, да, прямо перед встречкой взять, перед машиной и выскочить, а? Козлы, блин. Нельзя так делать. Короче, все. Сейчас потихонечку уже выйду и покажу с Кольцевой на Мурманское шоссе и спокойненько похочусь. Вес двадцатка, а тут, наверное, и двадцать одна, не знаю, что-то по... Не особо я посмотрел на этот квиточек весовой. Короче, ну двадцатка точно есть. Так что накат будет хороший. Тормозной путь будет длинный. Хе-хе-хе. Вот так вот. На горизонте мы проехали. Череповец. Шекс на следующее. Волок, да? Короче, хочу я, что я хочу я. Планирую я. Добежать, да, проехать Ярославль. Не знаю, получится у меня или нет. Потому что завтра среда. Двадцать седьмое. Просили меня объявлять даты. Двадцать седьмое декабря. Охренеть. Двадцать седьмое декабря, ребята. Конечно, надо херачить. Иначе мы так точно домой не попадем. К Новому году. А там у нас в Челябинске сегодня выпала очень большая норма осадков. И еще, кстати, в Екатеринбурге. Поэтому, но... Надо точно торопиться. Потому что иначе... Большая вероятность зависнуть. Фиг знает. Вдруг еще где-нибудь будут эти снегопады. Поэтому... Здесь вроде снегопадов не ожидаются. Но неизвестно. Поэтому... Заправиться надо в Данилове. И проехать. Ярик. Да, конечно, не знаю. Посмотрим. Может быть, перед Яриком даже встанут. Чтобы... Утром... Проскочить. Ярик. И Кострому. Кострому сейчас закрывают, охраняют. И вроде как днем там хер проедешь. Поэтому лучше с утрица ее проезжать. И вот... Поэтому я и мчусь. Местного времени еще мне позволяет ехать. Так что, нормально. Двигаюсь. Череповец, говорю, прошел. Чашексна. Ну и там уже Вологда. И поехали дальше. Доброй ночи, ребята. Это Кострома. Короче, решил я проскочить Кострому. Ночью. И... Хочу вам сказать. Расписание проезда. С 7 до 10 нельзя. Утро. И с 4 до 7 вечера тоже нельзя. Проезд запрещен. То есть, получается, во все остальное время ездить можно. Так что... Решил я проскочить, потому что перед праздниками, сами понимаете, здесь непонятно, что будет завтра. Поэтому... Лучше спокойненько ночью проскочить. И отдыхать потом. Всем добрый день. Я проснулся за Костромой. Всем приветули. На стояночке никого нет. Вот какая-то токска не стоит. Так, оделся, пошел выносить мусор. Еще в гору перчаток надо старых выкинуть. Опять идет снег. Вот он всю ночь этот снег что-то вышел. И опять идет. Так, и надо проверить масло в двигателе. Обязательно выкидываю мусор в мусорные баки, потому что нельзя выкидывать мусор просто так на улице. Поэтому купил вчера новых перчаток. Но вот эти... Да не их нахрен надо, наверное, все выкидывать. Смысл оставлять это говно. Короче, все. Пошел работать. Сейчас будем проверять масло. Так, пытаюсь держать ровно камеру. Одной рукой неудобно. Вот хорошо, что я этот чехолик смастерил на фильтр сепаратора. Смотри. Это что, лед? Нет, это песок. Просто какой слой песка. Слой песка. Смотрите. Вообще все в песке. Но я сейчас не буду его доставать, этот смотреть. Так, я вам показывал. В общем, здесь все в говне. Здесь все в говне. Морда вся в говнище. Стоянки ничего нет. Так, здесь что? Тоже все в говнище. Вот я не пойму. На рестайлинговых вольвах они это крыло сделали, значит, длинное. А здесь нихера они не сделали. И вот это вот все теперь в говнище всегда. Почему так? Вопрос. Вроде как бы здесь крылья есть. Но здесь надо весать брызговик. Вот так вот. Чтобы вот эту вот штучку говнецом не кидало. Так. Собственно. Куменс. Куменс. Сухой. ASX 15. Так. Что у нас? Вот это вот. Все в параш. Даже щупки смотри. Все в говне. Просто все в говне. Так. Что у нас там? Масло. Масло есть. Минимум и максимум. Это хорошо. Это нам нравится. Моторчик живи. Так. Ладно. Дальше обход состава. И. И погнали. Наши городские. Коротко об автономке. Все красиво. Она работает. Запрезадательная. Я бы вам сказал. Колесики крутятся. Плава хомутится. Да. Здесь у нас все порядок. Вот эти колесики. Бонтай. Я подкачивал. Ну что-то по ним видно. Как бы они. Прославлен. Ну не. Они нормальные. Так. Чистить будем. А есть смысл. Опять же. Через. 10 километров. Все залепит. Груз точно не утащит. Металл потому что. Даже если сильно захочешь не унесешь. Вот это последствия езды без брызговиков. Все говно летит. И летит. Еще бы. В идеале конечно. Домой приехать. И на моечку загнать. Смотри. Подушки задержат. Четенько да. Четенько. Четенько. Бесполезно. Это делать бесполезно. Вот. Все. А вот тягач не держит. Почему? Потому что надо менять. Подушку. Еще и выправлять кабину. Чтобы она ровно стояла. Поэтому не меняю. Все здесь все четенько. Все мы. Все проверили. Я все проверил. Говно перчаток нет. Выдвигаемся. Все. Вышел на смену. Выскочил на трассу. Мчу. Кушаю мандаринки. Так сказать. Создаю себе предновогоднее настроение. Время 2 часа дня по Челябинску. Ну 12 по Москве. Дорога просыпанная. Все отлично. Но грязная. Вот эта вот грязися. Не знаю сейчас. Незамерзайку я не доливал. Насколько мне ее хватит. Вот это конечно. У меня есть в запасе еще 2 поквашки. Это литров 10. Ну почти. Сейчас по 5 литров никто не делает. Так что. Мычу. Это красавчик. Сидит. Ждет меня. Смотри. Держи красавчик. Опа. Бери. Бери, бери, бери. Давай, давай. Кушай. Ай красавчик. Кушай. Ты что не ешь? Только что съел пол булки у меня. Ешь давай. А они одинаковые. Все, кушай. Не буду тебя отвлекать. Кушай. Красавчик. Съезд. Ладно. Съезд. Так, ребята. Я проснулся. Вот в такой обстановке. Вчера снег валил. Поэтому дальше я не поехал. Вот. Поэтому. Вот здесь вот встал. Юра стоял. В баню ходили. Баня хорошая. Баня всегда хорошая. Какой бы она ни была, если она теплая. И если в ней не засрано все, то эта баня будет хорошая. Кафе. Такое вот стоит. Ах. Себя показать что ли? Ну давай, себя покажу. Немножко я на одном углу спал. На головы и помял ее. Домой приеду, подстрелюсь обязательно. Что вам рассказать? Ехать надо дальше. Работать. В основном сейчас еду я по вечернему трафику. Поэтому просыпаюсь поздно и еду снова по вечернему. Так проще сейчас перед праздниками. Очень много машин. А днем толкаться неохота. Поэтому тем более... Ну я дальше почему не поехал. Там ямы. Амутнинские. Поэтому лучше днем по свету их пробежать. Нежели потом ночью скакать. Так что все. Выдвигаемся. И почапали. Домой. На Новый год. 28 декабря. Нытвинский комплекс. Стоит Вольвочка. Молотит. На улице мороз дал. Минус 16. А то и даже 18. Чувствуется. Что холодно. Ладно. Пошел я. Ужинать. 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 И потом поедем дальше. Тридцать первого выходной. Первого выходной. Второе только будет работать. Понятно? Новый год вы тут не отпраздноваете. Ну все. Выехали. Юра впереди идет. Вот такие чушки мы везем. Увеличите. Посмотрите. Что-то свет у них тут моргает. Плюс-минус. Плюс-минус. Плюс. Замыкает на минус наверное. Катя. Екатеринбург ЕКБ. Мы уже здесь. Приехали. Проезжаю сейчас по Екаду. Проехал пробки. Все проехал. Все нормально. Блин. Ну как же красиво. Они все там замутили. Прям красавчики капитальные. Здесь потеплело. Минус 6. Прям. Печка у меня стала жарить. Сейчас даже отключал ее. О. Панорама классная, да? Супер. Помните, да? Там я на стройку возил. Да. Это я туда возил. Было дело. Но. Время половина первого. Я еду. Все до сих пор еду на Челябинск. Наверное доеду до Приозерки. Попью кофейку. И тронусь дальше. Потому что. Хочу заехать с утра. Чтобы побыстрее разгрузиться. Иначе. Там народу ведь наверное много будет. Ну. Много не много. Но. Могут задержать. Поэтому. Надо пораньше выгрузиться. Хотелось бы конечно еще на моечку заскочить. Но это если прям я рано выгрузюсь. Обязательно. Братуху на моечке я помою. Потому что. Бедолага. Вся в соли. В грязи. Но опять же. Мойки будут сильно забиты в городе. Это я сто процентов говорю. Всегда так. Перед новым годом все мойки забиты. Дым. Так что. Будем как говорится. По ситуации все смотреть. Как будет все складываться. Так что. Вот так вот. Короче ребят. Включился раньше. Потому что. Не могу это не показать. Сугробы. Ну вообще капец. Просто вот смотрите насколько. Тут не две полосы. А уже одна. Блин. И колея еще эта ледяная попадается. Сейчас обгонял тоже коллегу. А он. Взял и специально в середине стал прижиматься. Так я вот эти слева. Все сугробы пропахал. Я не знаю. В зеркало он меня не видел. Или понесло его. Не знаю. В рацию ему кричал. Я еще причем. Догнал его. Сбавил. Он вроде право прижался. Потом давай. Я начал обгонять. Он влево начал сжаться. В рацию молчит. Ничего не говорит. Блин. Капец. Коллега. Блин. Ребят. Ну. Я не знаю. Блин. Видите. Обгоняет машина. Прижмитесь. Чуть-чуть то. Ну че вот. Зачем. Кому нужны эти вот. Проблемы. Блин. Это уже ближе к Челябинску. Ребят. Осталось. 50 километров. Кунашак прошел. Вот такая дорожка. Даже легковые. Блин. Очкую тут. Быстро ехать. Не то что я. Блин. Я то тем более. Очкую тут ехать. Потому что колья здесь где-то есть. И колье может немножечко таскать. Сейчас и веку обходил. Она пустая шва. И только начал обходить его потащила. Я говорю че тащит. Ну я левее взял сугробы. Обошел его. Он говорит ну пустой еду. Ну потому что вот здесь. Колья плюс сугроб короче вот так. Ну так ничего. В принципе груженому то если идти не торопясь. Вообще нормально. Легковые да. Некоторые не могут. Быстро ехать. Видимо у кого резина. У кого опыта не хватает. У кого там я не знаю. Привод задний. Короче леват. Кто то летит. Кто то медленно едет. А я тут осторожничаю потихонечку. Крадусь. Щетки не останавливаются. Потому что снег то медет. Без остановок. Ребят ну что. Все я заезжаю в город Челябинск. Это. Это. Это прям. Облегчение. Засыпало. Тут вообще все капитально. И дорожки. Смотрите. Такая. С наледью. Что. Торпеда делает. Бряк. 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 Вообще жестко. Тут все залепило снегом. Ха-ха. А я не верил. Короче. Мне видео. Жена присылает. Говорит. Тут все залепило. Вот. Представляете. Завтра у меня будет. Вернее сегодня. У меня будет. Операция. По. Заезду на стоянку. Итак. Ситуация. Пропуска нет. Все буксуют. Никто заехать выехать не может. А бензовозу надо еще туда уехать. Он тоже не едет. Короче. У меня пропуска нет. Либо бензовоза толкать. Либо. Помочь ему. Либо вообще выйду я сам или нет. Тоже неизвестно. Снег метет. И пипец. Парни стоят буксуют. Так. Ну че тянем потянем. Ну вот и все. И я сел. Короче. Операция. Бензовоз назад. Не получается. Рвется у нас. Стропа. Стропа у нас тряпочная. Короче. А ему надо вон туда вперед. Не знаю я как он сейчас туда поедет. Вот. Ну видимо как-то заехал. Вот если бы он сразу прикиньте так поехал. Вообще как было бы круто. Вот и все. Ситуация. Плачевная. Вещая вам из спальника. Даже. Даже вставать не хочу. Так. Что. Вот это вот цех с левой стороны. Там ребята стоят. Они стоят там. Потом стоят сзади меня. Еще вот где-то вот. Еще слева здесь и века стоит. И в чем ситуация печальная. Что эти все ребята стоят со вчерашнего дня. И их никто не выгружает. А я такой молодец приехал утром. Вот и вся ситуация. А сегодня на секундочку 29 число. Вот так вот еще вот тут все происходит. Не прошло и недели как я выгрузился. Здесь всех разогнали. Я по-моему 13 стоял на выгрузке. Вот так вот. Все. Вольвочка отдыхать на празднике. На Новый год. Смотрите. Сугробы толкал ей. Вот здесь тоже. Вон смотрите. Просто все в сугробах. Толкал сугробы. Ребята стоят. Ребята с выступающим вас. Удачки. Ну а мы домой. Наконец-таки. Можем уже двигаться. Время. Вечер. Так вот. Выезжаем на стоянку. У нас тут произошел маленький замес. Костя застрял. Уже не может долго выехать. Вот позвали трактор. Сейчас будем трактором выдергивать. с обозже. Ну а? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok